Детская областная больница продолжает радовать маленьких пациентов яркими событиями в преддверии 1 июня, Дня защиты детей. В этот раз ребята могли прикоснуться к миру химии, повеселиться с клоунами, изучить пожарную машину, а также спеть знакомые всем песни из мультиков. Присоединилась к празднику и Мария Рябинкова. Нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. В детской областной больнице полным ходом идет предпраздничная неделя. То время, когда творческие талантливые люди объединились в общем порыве отвлечь ребят от больничных будней. Единый волонтерский центр всегда очень рад поддержать инициативу простых северян. Это идея Маши Максимовой сделать такую праздничную неделю, предпраздничную неделю, радостную неделю, которая поможет и психологически, и эмоционально разрядиться детям, которые находятся сейчас в стационаре областной больницы. Объединив все волонтерские программы, организации, которые хотят помогать детям, она вот сейчас воплощена в жизнь. Это очень здорово. Мастер-класс по пению, веселые старты с клоунами, изготовление волшебных палочек, а также научное шоу харизматичного весельчака-профессора. Детей ждала активная программа. Произошло? Нет. Ничего не произошло. Берем вторую бутылочку. Здесь жидкость какого цвета? Белая. А еще у маленьких пациентов была возможность почувствовать себя настоящим пожарным, примерить форму, подержать пожарный рукав и посидеть в машине спасателей. Представители образовательного проекта «Фабрика креативных медиа» приняли участие в организации двух дней программы. К ним присоединились участники проекта «Творческая весна», активисты единого волонтерского центра, сотрудники МЧС, представители Центра добровольческих инициатив «Наше дело», служба сопровождения замещающих семей Кольского района, Центр социальной помощи и другие неравнодушные северяне. Нужно радовать детей. Особенно в таком непростом месте, где им не хватает домашних стен, им не хватает домашнего тепла. Уюта. Да, почему бы не порадовать ребят? Петь любят все, музыку любят все, и дети, и взрослые. Поэтому музыка, она всегда актуальна в любых стенах любого учреждения, поэтому мы рады всегда участвовать. Все свои активности волонтеры проводят бесплатно. А отдача, конечно же, есть. Да еще какая! Вот судя по той реакции детей, которую мы видим, вот все удалось. Потому что мы понимаем, что вот сейчас ребята видят лето только из окна больницы. И нам очень важно вот создать для этих ребят праздник, потому что от настроения зависит то, как быстро они будут выздоравливать. А это сейчас самое главное. По словам главного врача больницы, хорошее настроение всегда заряжает новыми силами и надеждой на лучшее. Как следствие, радостные дети быстрее идут на поправку. Поэтому двери медицинского учреждения всегда открыты для новых идей, проектов, волонтеров. И не только по праздникам. Мы с большим удовольствием готовы предоставить нашу площадку для проведения всевозможных таких подобных мастер-классов и в дальнейшем. Не обязательно это должно быть какому-то большому празднику, потому что дети находятся у нас круглогодично, без выходных. И поэтому, конечно, в праздники особенно хочется, но и в будни, я думаю, что нужно помнить о том, что всегда есть те дети, которые очень ждут положительных эмоций. Впереди ребят ждут не менее насыщенные дни. Игровые программы, арт-квест, разнообразные вкусности и много поздравлений. А как иначе? Мария Рябинкова, Данила Клепиков, Артик ТВ.